В каждом человеке живет желание танцевать. И поэтому танцевальные секции всегда очень популярны. Особое место в разнообразии стилей и направлений занимают спортивные бальные танцы, которые сейчас стали полноценным видом спорта. Он требует невероятной силы, выносливости, физической активности и полной самоотдачи. И хотя кажется, что бальные танцы могут заинтересовать в основном девочек, на самом деле и мальчишкам на занятиях приходится попотеть, иногда побольше, чем на тренировках по борьбе. Здесь развивается пластика. Плюсы в том, что ты становишься сильнее. Многие считают, что бальные танцы – это очень легко. На самом деле, для того, чтобы качественно исполнить танцевальные движения, причем еще и с партнершей, требуется очень много физических сил. В клубе «Элита-данс», который работает в нашем городе уже 14 лет, к воспитанию танцоров подходят ответственно. Ведь одно дело просто учить танцевать, а другое – помогать ребятам вырабатывать лидерские качества, умение слышать партнера, желание побеждать. Все строится на дисциплине, на системе. У нас занятия четко структурированы, по разделению по программам. Само занятие имеет четкую структуру, дети уже знают об этом. Они находятся все время в определенных рамках. Они именно заняты тем, что им показывают, что им объясняют. Они стараются это сделать. Интерес, 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 который мы, как тренеры, все время стараемся подогревать. Но сильно стараться и не приходится. Для юных танцоров мнение наставника – закон. Ведь кто, как не тренер, подскажет, как правильно выполнить движение, поддержать партнершу, сделать красивую стойку. Все эти и другие моменты особенно важны во время соревнований, когда судьи замечают мельчайшие детали. И ребята понимают, какой ценой дается победа. А потому каждая медаль для них – это показатель мастерства. У меня много кубков, медалей, граммов. Я занимаюсь уже пять лет танцами. Я в детстве очень любила танцевать. Поэтому я попросила маму, что хочу ходить на танцы. И она меня записала на танцы. Вначале переживаю, когда на соревнованиях. А потом, когда семья уже поддерживает, то все хорошо. Дети уже первый год обучения могут участвовать в соревнованиях. Даже если нет пары. Ну, в основном, конечно, это девочки. Допустим, они могут выступать сольно. Соревнования у нас ближайшие проходят в основном в Саратове. И один раз в год мы в нашем городе, в Балаково, организуем наш турнир. Он тоже российского урня, но проходит в нашем городе. Мы делаем это в большей степени, конечно, для детей нашего города, именно чтобы у них была возможность никуда не ехать, особенно для начинающих деток. Турнир «Весенний бал», который уже традиционно проходит в Балакове в мае, с каждым годом становится все более популярным среди танцевальных клубов страны. За шесть лет существования эти соревнования стали самыми крупными в регионе. И в этом заслуга не только самих тренеров клуба «Элита Данс». Это было бы невозможно без поддержки партнеров, которые помогают в организации турнира, а также участвуют в повседневной работе клуба. Так в этом году возникла необходимость реконструкции пола, ведь ровный паркет для танцора имеет большое значение. На помощь пришел благотворитель. Хотелось бы выразить слова признательности и благодарности депутату Саратовской областной думы Киракосяну Гайку Караратовичу за улучшение материально-технической базы нашего танцевального клуба, а именно в приобретении паркетного покрытия. Благодаря этому покрытию спортсмены могут более качественно, профессионально повышать свои навыки в разных танцах. Также хотелось бы сказать слова признательности и благодарности родительского комитета нашего клуба. Такое партнерство взрослых дает возможность детям заниматься любимым видом спорта – бальными танцами, показывая хорошие результаты на турнирах. А еще клуб «Элитоданс» приглашает в свой дружный коллектив всех, кто хочет научиться танцевать, независимо от возраста. Бальные танцы – это круто! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...